Для начала нам нужно удалить все объекты со сцены. Мы зажимаем Shift и правой клавишей мыши выделяем все объекты, которые нам необходимы. Жмем X, Delete. Нажимаем единицу на цифровой клавиатуре и пятерку. Пятерку мы жмем, чтобы изображение стало плоским. Сейчас нам необходимо добавить плоскость. Мы жмем Shift-A, выбираем пункт Menu Mesh, жмем Plain. Теперь жмем R, X, 90. Мы сейчас повернули плоскость по оси X на 90 градусов. Об этом нам скажут вот эти показатели в правой колонке, в правом выпадающем меню. Показать мы его можем, нажав N на клавиатуре и скрыть таким же образом. То есть, если мы здесь сейчас поставим 0, у нас все вернется, плоскость вернется в исходное положение. Опять ставим 90, плоскость поворачивается. Н. Единица. Что теперь нам нужно сделать? Мы зажимаем вот этот вот значок, нажав Shift. У нас появились такие квадратики. Эти квадратики отвечают за масштаб. То есть, мы можем увеличивать либо уменьшать по одной из осей наш квадрат. Сейчас мы его должны переместить на клетку вверх. Нажимаем Ctrl и тянем вверх. У нас квадратик перескочил ровно одну клетку. Если бы мы не зажимали Ctrl, то он бы двигался свободно. Теперь жмем Tab. Мы перешли в режим редактирования. Это можно понять, потому что у нас появились такие точки, которые мы можем нажатием правой клавиши мыши выделить одну из точек. И у нас появилась надпись Edit Mode. Что мы будем делать в Edit Mode? В Edit Mode мы подгоним нашу фигуру под нужные нам размеры и под нужную нам форму. Выделяем ее, нажав A. Английскую A, то есть A. Зажимаем вот этот квадратик и сужаем его. Чуток поднимаем. Приближаем. Приблизить можно, прокрутив колесико мышки. Теперь нам нужно добавить две линии, чтобы сформировать окончательную форму. Как мы это сделаем? Жмем Shift-R. Ой, извините. Ctrl-Z. Жмем Ctrl-R. И добавляем лупы. Сейчас он у нас один. Нажмем плюс и нажмем Enter. И правую клавишу мыши. У нас появилось две линии. Что мы теперь сделаем? Мы доформируем нашу линию до нужного нам размера. Выделяем вот эти вот точки, которые называются вертексами. И их уменьшаем. У нас получилась такая вот линия. Выходим из режима редактирования. Нажимаем T. Здесь вот эту вот точку нам нужно переместить в центр нашей системы координат. То есть к 3D-курсору. Как это сделать? У нас вот открылась... Мы открыли панель через нажатие клавиши T. Здесь есть пункт SetOrigin. В меню Tools. Мы жмем SetOrigin. Origin – это 3D-курсор. Также нам желательно вырабатывать такую привычку, что нужно применять размер. Мы то есть вот изменили размер, изменили позицию этого объекта. Как нам нужно его применить? Вот изменения, которые мы сделали, произвели с ним. Жмем Ctrl-A. И здесь есть вот несколько пунктов меню. Мы нажимаем какой-то из них один. Сбоку открывается дополнительное меню. Мы ставим галочки напротив того, что мы сделали. Мы его переместили, соответственно, на Location. Мы его покрутили на 90 градусов, соответственно, на Rotation. И мы его уменьшали, то есть Scale. Все. Мы это делаем, чтобы в дальнейшем у нас не возникало некоторых проблем, которые могут возникнуть с позиционированием объекта. Теперь. Что нам нужно еще сделать? Мы должны применить материал к данному объекту. Выбираем здесь не Blender Render, а Cycles Render. И переходим в материалы. Здесь жмем New. Нажимаем на название. И вводим понравившееся нам название. Explosion Material. Так, мы дали название. Что нам нужно сделать? Так как это Cycles Render, давайте посмотрим превью. У нас сейчас атмосфера вокруг серая. То есть, мировой цвет установлен как серый. Так как у нас анимация будет стилизована, нам необходимо... То есть, наши объекты не будут давать фотореалистичную тень. То есть, они будут как бы светиться. Поэтому нам нужно подобрать такой материал, который нам будет выдавать цельный цвет. То есть, без перепадов, без всяких градиентов. То есть, один сплошной цвет. То есть, свечение некое. Для этих целей в Cycles Render есть материал Emission. То есть, вот у нас сразу засветилась эта линия. Выбираем цвет, который нам нравится. То есть, который хотите вы. Ну, я выберу такой чуть-чуть голубоватый. Раз. Так, перейдем в материалы. В режим отображения материалов. Что нам сейчас нужно сделать? Нам остается его анимировать. Переходим в Object Data. Нам нужны ключи форм. Shape Case. Создаем первый ключ. Это базовый ключ. Здесь нам надо снять галочку Relative. Мы снимаем. Эта галочка делает некую зависимость. То есть, здесь зависимость будет, если мы создадим от одного целого какого-то числа. Когда мы его снимаем, то зависимость будет временная. То есть, изменение ключей будет временное. Зависит от времени. Вот так назовем. То есть, сейчас это чуть-чуть размыто, но чуть дальше вы поймете. Создаем еще три ключа. То есть, это базовый. Нам нужно создать три ключа. Раз, два, три. Заходим в первый ключ. Жмем Tab. Что нам здесь нужно сделать? Мы перемещаем, выделяем вот две вершины нижних. Жмем Shift-S и перемещаем туда 3D-курсор. Курсор to Selected. Теперь выбираем здесь Pivot Point, то есть, центр вращения, центр скалирования, центр перемещения. Мы выбираем 3D-курсор. Зачем это надо? Потому что мы сейчас будем уменьшать эту линию до нулевых размеров. И уменьшать вот в эту точку. Выделяем полностью всю линию, нажав A. То есть, мы сняли выделение и нажимаем еще один раз A, чтобы выделить. Жмем S, жмем 0. Линия у нас пропала. Но здесь вот появилась такая маленькая оранжевая точка, то есть, она уменьшилась до нуля в этой области. Нажимаем Tab. У нас опять появилась прямая. Переходим в ключ 3. Здесь нам нужно сделать почти то же действие, только теперь переставить курсор вот в верхние вот эти вот позиции. Но прежде нам нужно перетянуть линию чуть-чуть повыше. Сейчас вы поймете, зачем это делается. Теперь выделяем верхнее. Shift-S. Курсор to Selected. Курсор to Selected. Выделяем опять. S 0. Опять уменьшилась в нулевую позицию, но точка уже в верхней позиции. Tab. Shift-S. Курсор to Center. Переместили курсор в центр. И что мы теперь делаем? Нажимаем T. Переходим во вкладку Commotion. Аддон, который мы установили прежде. Смотрим, чтобы наш бегунок на тайм-линии был в первом кадре. Если он где-то здесь, то мы перемещаем его обратно, нажав вот эту вот клавишу. Здесь мы жмем следующий, выделив объект, естественно, жмем вот эту вот клавишу. Auto Key Frames. Жмем. Смотрите, что получилось. У нас пропала линия. Но на тайм-лайне появилось два ключа. Смотрим, что происходит. У нас линия начинает двигаться так, как нам нужно. Но это еще не все. Мы создаем взрыв. Взрыв не может состоять из одной линии, стилизованный наш взрыв. Поэтому мы должны ее продублировать. Что мы делаем? Выделяем ее. Shift-D. Не кликаем правой клавишей мыши. Жмем R, то есть R английскую. И жмем 45 и Enter. Теперь, чтобы дублировать еще раз, нам не придется набирать такую сложную комбинацию из букв. Мы просто нажмем Shift-R. Это продублирует предыдущее действие. Еще раз Shift-R. Еще, 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 еще. Вот у нас появился такой некий цветочек. Давайте посмотрим, что у нас происходит с анимацией. Альта. Альта. Вот такой получился у нас стилизованный комиксный взрыв. Но это еще не все. Нам предстоит сделать еще кое-что. Сейчас нам, чтобы перетянуть его в какую-то нужную нам точку, нам придется выделять его полностью. Но представьте, сцена, в которой очень много объектов. Чтобы выделить какой-то, нам нужно будет миновать остальные объекты. Для того, чтобы случайно не выделить еще какой-то объект в сложной сцене, мы сделаем следующую хитрость. Мы добавим сюда пустышку. Shift-A. То есть пустой объект. Empty. И здесь выберем сферу. Да, вот такая вот сфера у нас получилась. Единицу давайте увеличим чуть-чуть ее. Увеличили. Теперь смотрите, что мы делаем. Оставляем ее выделенной. Жмем B. И рамкой выделяем все оставшееся. Теперь жмем Ctrl-P. И здесь выбираем Object Keep Transform. Что это нам дает? Теперь, когда мы выделим... Видите, со всего остального ушло выделение. Мы выделяем только пустышку. И начинаем ее двигать. Нажав G. Наши объекты все двигаются и следуют за пустышкой. Они стали словно дети для этой пустышки. Но это еще не все. Теперь, когда нам нужно увеличить и уменьшить, мы точно так же можем увеличивать и уменьшать пустышку. И, соответственно, взрыв будет увеличиваться или уменьшаться. То есть, линии взрыва. То есть, вот мы увеличили и проверяем анимацию. Оп. Анимация приигрывается так, как надо. Альт-С, чтобы свести до нужного размера пустышку. Проверяем. Все работает. Но еще одно действие нам предстоит сделать. Выделяем полностью все, что у нас есть. Би. Выделим рамкой. И жмем Ctrl-G. Мы создали группу. Теперь жмем T. Нам нужно дать ей имя. Имя у нас будет Explosion. Ну, давайте Line назовем. Есть. Для чего мы это сделали? Далее объекты мы будем линковать в сложные сцены. Для того, чтобы не линковать поодиночке каждый из элементов. И пустышку, и все остальное. Мы можем теперь перелинковать только группу. Я понимаю, что сейчас это звучит довольно-таки сложно. Но в дальнейшем при работе вы все абсолютно нормально поймете. Так что встретимся с вами в следующем уроке.